здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие зрители сегодня в гостях у макса на канале арслан геев член союза писателей россии член союза журналистов россии бывший сотрудник литературно-переводческого отдела центрального круга сегодня я хотел бы привлечь и привлечь ваше внимание к такой важной исторической личности как на и джи тайон чем интересен интересна эта фигура с точки зрения и религиозной и исторической ценности так это тем что на и джи тайон это был первый духовный просветитель девиз действовавший на территории монголии если просто сопоставить даты посмотреть на и джи тайон начал свою вести свою деятельность гораздо раньше бакдоги яна 1 занабадзара гораздо раньше зая пандиты и других просветителей о которых мы в принципе знаем но если мы посмотрим на самом деле на знание в народе он и джи тайон и они достаточно слабы многие даже не знают кто это в какое время он жил как он действовал а между прочим это как бы очень важная фигура в буддизме и вообще в истории становления буддизмов среди монгольских народов я думаю что здесь не лишним будет обсуждать его жизнь деятельность его место важное место в нашей истории и становление буддизма в принципе в монголии ну и здесь исторически он тоже действовал очень важно влиял на наших князей на их политику на на объединение монгольского народа он в этом плане тоже очень сильно работал здесь сразу хочу забегая вперед сказать еще также что это очень важно с точки зрения понятий таких как тибетский буддизм монгольский буддизм почему потому что на и джи тайон был первым священнослужителем который стал практиковать молитвы религиозные какие-то мероприятия проводить на монгольском языке и если брать его монастырскую линию она сохранилась в внутренней монголии в монастыре мер ген то там вот как раз таки да она всегда была на протяжении все всей истории существования этого монастыря все службы все церемониальные действия литургическим языком в этом монастыре выступал именно монгольский язык когда мы говорим о допустим что в монголии какая-то часть монголов на самом деле очень маленькая она читает молитвы на монгольском языке это как раз таки вот являются хранителями представителями традициями и джи тайона потому что фактически других линий нету передачей именно чтение молитвы на монгольском языке за исключением некоторых ритуалов которые перевел свое время зая пандита но полностью установленная монастырская система на монгольском языке она была только в монастыре мер ген нужно говорить о нежи тайоне в связи с культом белого старца потому что появление белого старца но не в тибете возникло до культ именно белого старца возник на территории внутренней монголии и как раз таки он связан с линией практик нежи тайона то бишь с жизнью и деятельностью нашего тургутского просветителя о нежи тайоне я хотел бы сказать то что его жизнь во многом напоминает отражает жизнь основателя буддийского учения буддушек ему не если мы знаем историю жизни буддушек ему не то знаем то что он родился в царской семье он был сыном владительного раджи единственный престола наследником престола наследным принцем в этого государства и в принципе его ждала участь великого правителя но в 30 лет он отказывается от своего от своих мирских регалий отказывается от мирских благ чтобы посвятить себя духовному пояс течение долгого времени он странствует как нищий аскет в поисках духовного просветления медитирует подвергает себя аскезом потом в конечном итоге достигает пробуждения и начинает свою религиозную деятельность распространение учений антармы среди своей философии среди простых индусов ломая кастовую систему вот эту браминскую где у людей делится до очхуты долиты то бишь неприкасаемые где есть брамины а священнослужители где есть воины и шатри и правители он эту систему очень сильно на самом деле покачал и со времен будды принципе индия она уже стала совсем другой в этой связи на и джи тайон если мы его смотрим биографию его можно называть до тургутским буддой его можно называть айратским буддой почему потому что он также как и будда шакьям уни родился в царской сепи был единственным престола наследным принцем в своем кочевии его тоже также ждала участь великого батыра наверное бы наверное вошел бы мог войти в историю как великий герой айратов но тем не менее в 30 лет как раз таки примерно в таком же возрасте уже имея жену и ребенка не джи тайон посвящает свою жизнь духовному поиску отправляется в тибет где получает наставление от 4 панчин ламы достигает определенных духовных высот и занимается распространением учения чем отличается вот его биография он распространял учения самого начала как простой буддийский монах бадарчин то бишь монах который передвигает своими ногами путешествует как аскет и распространял свое учение как раз таки мы по биографии увидим что в простом народе среди простых горшечников простых крестьян в массах он достигает такой высокой популярности что со временем перед ним преклонять свои колени байбагас хан перед ним преклоняют свои колени алтын ханы преднепêter преклоняет свои колени колени даже правители манчужской империи таидзуны в этой связи нужно помнить о мэджи тайонник как у представителей важном представителе достойным представителя ирадского народа который действовал как я уже сказал это гораздо раньше Багдоги Киана, гораздо раньше Зая-Пандиты, стал такой предтечей становления буддизма в Калмыкии, становления буддизма в Монголии, среди монгольских народов. Нэйджи Тайон был сыном владительного князя Мергентебене, Мергентемеса, по-другому его также называют Мергентемес. Тургутский батур Мергентемес вошел в историю айратского народа как один из князей, воевавших против холхазского Убашихан Тайджи. Первый Алтынхан, вот против него как раз таки Мергентемес сражался на стороне айратов, также он участвовал в покорении Тибета, вместе с Гушиноминханом, он на самом деле тоже участвовал в завивании Тибета, и даже если посмотреть исторические какие-то литературные источники этого Мергентемеса, он даже вошел в народный фольклор, такой как богатырь, о котором такие полумифические легенды и сказания бытуют среди тургутов и в Калмыкии, и в современном Синьцзяне, и в Монголии, то бишь это очень был такой знаменитый богатырь, знаменитый воин, и вот сыном этого воина как раз таки и родился Мейджи Тайон. При рождении он получил имя Абидо, это санскритская интерпретация имени Амитабха, то бишь Будды безграничного света. Абидо отличался на самом деле с детства тем, что очень любил животных, заботился о каких-то брошенных собаках, кошках, кормил их, поил, за что от своего отца получил прозвище Нейджи Кюин. Нейджи Кюин как друг-покровитель, сын-покровитель, сын-защитник. Под этим прозвищем, условно говоря, он в принципе и вошел в историю как Нейджи Тойин. Тойин это титул духовного лица, то есть священнослужителя. И в каком-то возрасте он сообщил своему отцу о том, что он хочет стать монахом, он хочет посвятить свою жизнь размышлению, изучению буддийских текстов и достижению просветления. Ну, как владетельный князь Мерген-Темесу он не мог единственного сына отправить в монахии, не мог не противостоять его желанию. Подобно отцу Будди, который окружил Сиддхартка Гаутаму тремя дворцами роскошными, женил его, заставлял его обучаться каким-то политическим наукам. Точно так же и Мерген-Темесу он был против того, чтобы его единственный сын становился священнослужителем. По его велению Нейджи Тойин женился, у него родился сын Эрдмунд Далай, и даже, как написано в его биографии, приставил к нему охрану, чтобы он в какой-то момент не сбежал из-под его родительского контроля. Тем не менее, как описано в тексте биографии Нейджи Тойина, в какой-то из дней, когда он читал молитву прибежища Иткл, его окружение, царская свита и телохранители, задремали, отвлеклись, подул сильный ветер, который разнес текст его молитвы по степи. Нейджи Тойин отправился, чтобы собрать эти листочки, и повернувшись, он увидел, окинув взглядом свой родной нутук, он увидел то, что он уже далеко отдалился от своей кибитки, от своей ставки. Подумавши, он отправляется в этот момент, он принимает решение отправиться в Тибет пешком в виде странствующего бодрчина. Пешком он достигает Тибета, где становится учеником четвертого Панчин-Лама. Говорят, что Мергентемес был крайне огорчен таким решением своего сына, был рассержен, зол и отправил специального поисковика, следопыта, который должен был, по приказанию Мергентемеса, догнать Нейджи Тойона и вернуть его в родной стан. Путь этого следопыта сложился так, что он сначала попал в буран, потом стал голодать, не встречая на своем пути ни одного человека, ни одной ставки, где можно было бы задержаться. Даже описывается о том, что от голода ему пришлось сесть свои сапоги и под пругу, под пругу, вот этот вот ремень под конем, под седлом кожаный. Испекая его в золе, вот он таким образом вернулся домой голодный-холодный и сообщил своему хану о том, что ему не удалось догнать Нейджи Тойона. В этом есть, наверное, какая-то доля проведения, доля судьбы. Достигнув нищим, бродящим, бродягой простым Тибета, он становится примерно в 1580 году в возрасте 30 лет, он достигает Тибета и становится учеником Панчин-Ламы. Если смотреть примерно политическую обстановку в это время, то жил 4-й Далай-Лама, который был монголом. Он являлся учеником 4-го Панчин-Ламы. Панчин-Лама 4-й это был первый, в принципе, в линии перерождения Панчин-Ламы, он носил первый именно этот титул. Если вот, допустим, среди Далай-Лам титул Далай-Лама носил вот 3-й Далай-Лама, до этого было просто перерождение ученика Ламы Цунгкапы Зунгква-Гияна. Монголы поднесли ему этот титул, Далай-Нурн-Хан или как Далай-Лама. То, в свою очередь, 4-й Далай-Лама титул Панчин-Ламы даровал 4-му Панчину, пандита Ринчин, то есть драгоценный наставник, драгоценный пандита. Этот титул был поднесен как раз-таки Панчин-Ламом, 4-й Далай-Лам, который был по происхождению монгол. 4-й Далай-Ламу он прожил жизнь сравнительно короткую, примерно 28, не больше 30 лет, скоропостижно скончался. И если мы смотрим Лам того периода, Багдоги Гиана I, Зая-Пандиту, Нэйджи Тайона и других каких-то высоких деятелей, то в основном они были как раз-таки учениками Панчин-Ламы. А Нэйджи Тайон был представителем именно монастыря Ташилхумпо. Здесь очень важно отметить именно нашу связь с этим монастырем, потому что Лама, когда он заканчивает свое обучение, он не может быть безродным, извините меня, как собака. Он должен представлять какую-то определенную систему, какой-то определенный монастырь. Почему это важно? Почему я ссылаюсь на учителей, которых он представлял, для духовной связи. Если вы подойдете, допустим, к какому-то священнослужителю где-то в монастыре и спросите представителем какой ветви, по какой духовной линии он является, он, допустим, может сказать, я там представитель такого-то Гише, который являлся учеником его стечества Даллама, либо там, допустим, Линго Ринпочи, вот на примере Гише Дугды нашего, он был учеником Триджанго Ринпочи, младшего настоятеля 14-го Даллама. И вот через Триджанго Ринпочи все те учения, которые он получал, все те монашеские обеды, которые он хранил и так далее, и так далее, мы можем, в принципе, проследить для самого Буддышки Муни. Это очень важно, поэтому еще раз напоминаю, то, что Ташилхумпо, вот именно представителем Нейжи Тайон, он учился именно в монастыре Ташилхумпо и был учеником четвертого Панчин Ламы. Ташилхумпо еще в Калмыкии, как известно, Аюкахан, когда устанавливал традицию, закладывал ее здесь, вот на территории Калмыкии, он как раз таки у Даллама просил священнослужителей, и вот как раз таки были собраны священники, духовные лица ламы именно из монастыря Ташилхумпо и были направлены в Калмыкию, где вот они участвовали и в становлении астрологических, системы, и философской какой-то базы, и монашеских обетов, поэтому связь с монастырем Ташилхумпо у нас есть. Ташилхумпо это личный монастырь всех Панчин Лам. Дальше, что нужно сказать, обучался он 12 лет, к сожалению, в его биографии нет исторических указаний на то, какой титул он имел, но я думаю, что это не особо важно, потому что, по большей части, он вел такой аскетичный образ жизни, был Лама Ди Янчи, это такой монгольский термин, который является производным от санскритского слома тхиани, то есть медитативное состояние. Ди Янчи это священнослужители, которые находятся в медитации постоянно, где-то в отшельничестве, в горах, скитаются от села к селу, от города к городу, питаются исключительно подаяниями и все свое время посвящают вот этому духовному поиску. И в этой связи, наверное, не так важно, какой статус он имел формально именно в монастырской системе. После обучения, 12-летнего обучения в Тибете, в монастыре Тешилхумпо, он отправляется по поручению Панчен Ламы, отправляется к восточным монголам. К этому событию предшествует такая интересная беседа. Вообще, Низи Тайон, он хотел удалиться в уединение, в отшельничество, в скит куда-нибудь, в горы, в пещеру. Для чего? Для того, чтобы практиковать вот эти вот медитации, медитацию определенную. На что Панчен Лама ему сказал, ты приобрел такие великие знания, ты являешься таким высоким мудрецом. Не будет ли это подобно тому, как человек, приплыв на остров, найдя там много драгоценностей, возвращаясь обратно, утонул в море и так и не смог воспользоваться вот этим вот своим богатством. Точно так же он обращается к Низи Тайону и говорит, не лучше ли будет отправиться к своим монголам и среди них заниматься распространением учений. Он пошел таким вот двояким путем. Отчасти он пошел распространять в массы как бы учения, свое понимание дармы, религий. С другой стороны, он вел такой очень строгий аскетичный образ жизни, не был привязан к каким-то монастырям в основном и занимался распространением учений среди простых людей. К восточным монголам, почему он отправился именно к восточным монголам? На самом деле, если мы смотрим по истории, он не отправился к айратам, среди айратов сильно не распространял учения. Панчан-лама ему сказал о том, что восточные монголы являются стороной твоего юреаля, то бишь в прошлой жизни ты был священнослужителем, который пожелал распространять учения среди восточных монголов и в этом твое предназначение. Тогда еще Макдоги Яна не было, буддизм только становился на территории Монголии, строились какие-то монастыри. По пути он много предавался аскезии, здесь вот по биографии написано то, что сидел в таких очень жутких местах, на самом деле, за которыми закреплялась слава таких вот, как плохое место, то бишь где являлись какие-то плохие духи, либо там считалось, что там духи злые проживают, либо там пещеры какие-то, в которые заходить нельзя, то есть бузур какие-то грязные места. Прибывая в этих местах, медитируя, считается то, что он эти места очищал, очищал и эти места в свое время они уже как бы конвертировались в такие наоборот места паломничества, чистые места, где люди старались наоборот совершать какие-то обряды, подношения, подчинял духов. В биографии написано то, что он подчинял этих духов местности и ставил их на свою защиту, на благо людей в этой местности. Когда он достиг халха Монголии, он передавал там учения среди нескольких аймаков под руководством, под поддержкой некого знатного лица Чойрум Зайсанга. Там его очень хорошо встретили, приняли очень много обешегов, посвящения от него, благословений и всем народом его провожали после того, как он менял свое место направления, место путешествия. Дальше он посчитал нужным отправиться в город Хохохото. Хохохото – это ныне и до сих пор существующий город, основанный первым Алтунханом. Сейчас он находится на территории внутренней Монголии. На самом деле в Хохохото сосредоточено такое большинство мест священных, связанных с Нейджитарионом. Я просто знаю, что у нас от университета на самом деле много студентов ездят, обучаются во внутренней Монголии на территории Китая. Поэтому мы сейчас вот, когда будем по биографии идти, будем рассматривать много таких монастырей, много священных мест, которые в современном мире сейчас существуют, но, наверное, мало кто знает о том, что вот это становление и действие вот этих монастырей, оно очень сильно связано с линией Нейджитариона. Поэтому, по возможности, если кто-то, может быть, из студентов увидит, либо из тех лиц, кто часто ездит в Китае, может быть, по работе или еще кто-то, по возможности посетите эти места, помолитесь. Может быть, за меня даже свечку зажать. Когда он отправился в Хохохото, по пути он зацепил часть пустыни Гоби. И вот здесь вот есть такая история, легенда о том, как в Хохохото ему встретились 500 айратов-алетов, которые перегоняли десятитысячный табун, скот, гурт в Пекин для продажи. Вот они отправлялись как раз таки в Пекин и по пути заблудились, заплудали в Гоби. И, не найдя воды, уже стали разбредаться в разные стороны. И вот как раз таки в какой-то момент кто-то из людей увидел какую-то фигуру на бархане, как описывается в биографии Нейджитариона. Собственно, даже люди не поняли, кто это, что это, посреди бархана сидит какая-то человеческая фигура. Некоторые из людей стали восклицать, о, это, наверное, дух местности, это какой-то демон здесь сидит, пребывает. Но все-таки решили подойти и спросить, где здесь ближайший колодец, где можно найти воду. Подойдя, они увидели скромно одетого бодрчина, монаха Нейджитариона, который пребывал в этом месте в медитации, в очеличестве. Они спросили, кто он, поинтересовались, есть ли рядом какие-то источники, колодцы. На что Нейджитарион сказал, ну, поблизости воды нету, но раз такое дело, ставьте кибитки, и прежде чем ставить кибитки, юрты, ставьте сначала котлы. Вот когда они поставили вот эти вот котлы, пошел сильный ливень, и все котлы наполнились, все 500 человек удовлетворили свою жажду, весь скот был удовлетворен. Связывает это вот как раз таки с тем, что Нейджитарион вызвал дождь. Потом уже напившись, изрядно отдохнувши, айраты посовещавши сказали то, что вот мы, наверное, живы благодаря вот этому ланю, нужно к нему обратиться и сделать подношение. Давайте ему дадим лошадей столько, сколько он захочет. Они подошли к Нейджитариону и говорят, ну, мы обязаны вам жизнью, мы бы хотели сделать вам подношение, возьмите столько лошадей, сколько считаете нужным. На что Нейджитарион сказал, я простой бодрчин, странствующий монах, мне не нужны ни ценности, ни лошади, нет ничего такого, чтобы ценного, чтобы вы могли бы мне дать. Не положено отпускать такое лицо на духовное, как бы все-таки такие добродушные айраты, они как, наверное, мой йорк посчитали, все-таки настояли на том, чтобы хотя бы одного скакуна он взял, все-таки человек находится в пути, в дороге, и они прям слезно умоляли его, ну, возьмите хотя бы одного жеребца, любого на свой вкус. Нейджитарион, говорят, выбрал молодого жеребца, на что айраты, вот эти вот путники, они заметили то, что этого коня еще не объездили, он дикий, и кроме, как написано в биографии, цитата, кроме капель дождя на его спине еще никто не бывал, ничто не бывал, он слишком, грубо говоря, борзой такой, необъезженный, дикий нравом. Нейджитарион сказал, в принципе, ну, ничего страшного, легко взял, как бы без седла, запрыгнул на него и сказал, я когда еду до пограничной заставы, отправлю вам коня обратно, на что айраты удивились, как бы, были поражены тем, что необъезженного коня он запрыгнул и поехал. Конь вернулся, что говорит о том, что Нейджитарион добрался до заставы Хохохото. Далее в биографии есть такое вот описание, как раз таки, как он прибывает в Хохохото, и здесь вот первый такой монастырь, связанный с Нейджитарионом, с его местом пребывания, это вот как раз таки Икэдзу. Икэдзу – это такой древний монастырь, который был построен по приказу Алтунхана. Вообще, Хохохото, сам город, он строился вокруг этого монастыря, то бишь, сначала было заложено основание этого монастыря. Икэдзу, само название, это как бы переводится Большой Будда, Великий Будда, Кямуни. Почему? Потому что Алтунхан, по приказу Алтунхана, была отлита большая серебряная статуя Будда Кямуни, украшенная великолепными драгоценностями, и вот поставлена в этот монастырь. С тех пор монастырь называется Икэдзу. Если в современный Хохохото кто-то захочет посетить этот монастырь, на китайский манер он называется Даджао. Вот этот монастырь Даджао, он носит такое китайское название сейчас, но это вот на самом деле монастырь, который основал первый Алтунхан, монгольский хан, и вот вокруг которого строился вообще в принципе город Хохохото. Поэтому, если кто-то там прибывает в Китае, можете вот этот монастырь посетить. Особенно, я думаю, это будет интересно вот тургутским студентам, тургутам, кто там обучается, проходит обучение, знаю, что таких много. Вот можете, если что, посетить и помолиться вот в этом месте. На Иджи Тайону, когда Хохохото прибыл, он отправился в Икэдзу. Как он туда отправился? На самом деле, он туда отправился в виде такого юродивого. Ну, на самом деле, такая практика она существовала, и существует, на самом деле, по сей день среди и христианских священников, и исламских представителей, религиозных деятелей, суфиев. Когда какой-нибудь великий мастер претендовается простым каким-нибудь, грубо говоря, дурачком или там полусумасшедшим, нищим каким-то. На Иджи Тайону снял старый, пожелтевший войлок. Этот отрез войлока он накинул, как уркюмджи, накидку. Взял бараньи лопатку, к нему подвесил две ключицы, называя это барабанчик Дамару, и взяв бараньи рог и подвесив молоточек, вот этот язычок, называя его хонхэ, колокольчик, он отправился в этот монастырь. Пришел туда, сел на молитву во время церемонии, как раз проходила церемония Ямантаки. И в это время он туда заходит вот в таком ошалелом виде, с уркюмджи из старого войлока, с бараньей лопаткой вместо барабанчика Дамару, с рогом вот этим вот, в виде колокольчиком из рога сделан на коровье. И сидит, и он, говорят, начал читать молитву на непонятном языке. К нему подошел Гегу. Гегу — это второе лицо после настоятеля в монастыре, это ответственный за дисциплину, монашескую дисциплину. После молебна он к нему подошел и сказал, что то, что ты читал, ну это вообще-то не молитва. Ты нарушаешь эту систему установленную, то бишь все должны в хором читать литургический язык, а ты здесь приходишь, грубо говоря, извините меня, в таком ошалелом каком-то виде, в ободранном войлоке протертом желтом, с непонятными атрибутами, и читаешь еще и молитвы, которые вообще не попадают в такт. Моя молитва, для вас не молитва, и просто ушел. В современной интерпретации, как говорят современные монгольские ламы, говорят, что это связано либо он был таким вот йогином, который как бы медитацию делал, не основываясь на звуках, то что мы привыкли читать. Он, когда лама говорит, как бы читает молитву, как попугай, а в уме у него ничего нет. Здесь вот как раз таки он не при привязки не было, как бы медитировать он медитировал, а привязки просто к чтению у него не было. Нейджитайон, как я уже говорил, он был первым среди тех, кто начал распространять чтение молитвы, литургический тибетский язык, он стал заменять именно монгольским языком. И здесь, скорее всего, указывает на то, что вот он был первым, в первый раз пришел туда в монастырь, вот этот Эрнидзу, где все читали на тибетском в качестве литургического языка, использовали тибетский язык, а он стал Ямантаку читать на монгольском. И вот вот эти вот монахи даже и не поняли, что он читал на монгольском молитву, и он не попадал в такт. Вот это вот как раз таки первая вот с этим связанная такая история, то что восстановление традиций Мергенги Гейна, его посвящение, определенное чтение молитв Ямантаки, оно связано вот именно с монгольским языком. Молва об этом монахи доходит до Са Цорджи. Са Цорджи просто по имени, если судить, то это Са Цанит, то бишь философия, Цорджи, это измененное такое тибетское слово Чойджи, то бишь Цанит Чойджи. Цанит Чойджи переводится как Владыка Логики, Владыка Дхармы. Он был, наверное, преподавателем именно философии и схоластики вот этого философского диспута. Он когда услышал о том, что вот такой вот появился полубезумный монах, который там ходит с бараньей лопаткой, с коровьим рогом, непонятные молитвы какие-то читает, бродит там в окрестностях Хохото, питается подаяниями, живет в лесу. Он сразу распознал и говорит своим ученикам, как только его увидите, сразу же его приведите ко мне. Это необычная лама. Хувараки при монастыре потеряли скот, несколько голов, видать, отбилось, и пошли они вдвоем искать, получается, этот скот. И в лесной чаще нарвались вот как раз таки на Нейджи Тайона. Ну, один к другому говорит, нужно учителю сообщить, ты иди сообщи, а я его пока здесь задержу. Один побежал в монастырь и сообщил сосуджи о том, что его нашли. На что сосуджи сразу же собирает большую церемониальную процессию. Ламы одевают шапки, берут вот эти вот бюря бешкюр, вот эти вот трубы дуют в них, раковины с зонтами, они идут его встречать. Так обычно встречает возвращающиеся на родину Геше, которые защитили степень, то есть стали очень высокими духовными ламами. Если мы, допустим, почитаем биографию вот, допустим, недавнего священнослужителя нашего действовавшего, Геше Боуван Бадма, как раз таки Шаджин Лама его встречал вот наш Геше и вернулся. Целая церемониальная процессия шла навстречу Боуван Бадме, который, как говорят, шел в ободранной монашеской одежде и чуть ли не босиком. И вот когда он увидел эту процессию, он его развернул, сказал, мне это не нужно, идите домой, сейчас будем дальше уже по философии с вами, грубо говоря, разбираться. Точно такая же история была здесь, вот Сад Сорджи и его ученики с церемониальными трубами, с цангами вот этими вот тарелками, с бюря бешкюр, они идут встречать Нейджи Тайона. Дальше он стал прикидываться вот таким вот юродивым, делал вид, что он не понимает, что происходит, то есть ученик ему говорит, мой учитель хочет вас видеть, он говорит, а что я там буду делать, а что я могу вам дать, что я могу вам объяснить. Потом, когда он увидел звуки вот этих вот церемониальной процессии, он, говорят, стал прикидываться то, что он боится, хочет убежать куда-то. Когда подошел Сад Сорджи, он его поймал и на ухо ему сказал такие слова, нет блага для людей в том, что ты прикидываешься юродивым. Я знаю, кто ты и будет блага для нас, если ты займешь свое почетное место. И вот как раз в этот момент Нейджи Тайон смягчается, перестает впадать в какую-то панику, истерику, пытается убежать и в сопровождении Сад Сорджи заходит в монастырь, где Сад Сорджи уже для него приготовил трон, он на него садится и остается в этом монастыре на некоторое время, чтобы преподавать философию вот этим вот монахам молодым. Поэтому вот это вот Даджао можете, если что, и Кадзу, то есть, если вы путешествуете во внутреннюю Монголию, можете его посетить в монастырь. Есть описание о том, что в это время прибывает некий Рабджамбо, в Рабджамбо это тоже духовная степень Гиши, и у них завязывается философский диспут, в ходе которого Рабджамбо очень легко Сад Сорджи побеждает. Сад Сорджи тоже преподаватель, получается, именно философского аспекта. Рабджамбо говорит так, заметил, типа, ну еще никому не удалось меня по философии, по логике в диспутах победить в философском диспуте. Услышав это, Нейджи Тайон выходит из комнаты и говорит, ну, Рабджамбо, пора со мной потягаться. Рабджамбо, как описывается в тексте биографии, повернулся и замер в удивлении. Он не нашел слов, и вместо того, чтобы начать диспут, он говорит, я тебя не узнал, извини. Судя по всему, они, может быть, в одном монастыре учились, где Нейджи Тайон, в принципе, уже, наверное, показывал, демонстрировал свои спознания в философии, и, наверное, славился уже, как такой вот великий духовный ученый. Вместо философского диспута Рабджамбо просит Нейджи Тайона молитвенно предсказать ему будущее. Он говорит, в этой жизни еще никто не победил меня в философском диспуте. Я достаточно образованный монах и распространяю учение среди людей. Каково следствие моих действий? На что Нейджи Тайон замечает? Вследствие того, что ты часто демонстрировал людям ситхи. Ситхи — это санскритское слово — демонстрация чудесных сил. Оно на самом деле такое табуированное в монашеской среде явление. Нельзя привлекать паству тем, что ты демонстрируешь какие-то чудесные способности, способности гадать, способности предсказывать будущее. Привлекать людей можно только исключительно философскими наставлениями. И если человек находит веру в учение Будды, тогда нужно преподавать. Привлекать людей нужно именно как раз таки учением, философией. И вот когда учения проходят в фуруле, нужно все-таки, если вы буддист, нужно приходить и слушать именно философию, упор делать. Нужно изучать вот эти четыре благородные истины, восьмеричный благородный путь и так далее. Нейджи Тайон говорит, что вследствие того, что ты часто демонстрировал ситхи, вот эти вот свои сверхъестественные способности, а следствием этого будет то, что ты умрешь от голода. Следствием того, что ты был горделив в своих познаниях и этим наносил некоторый урон учению, родишься ты в плохой участии. Плохая участь – это рождение среди животных, либо в мире голодных духов, либо в водах. Это по буддийской космологии такой. После этих слов он предался уединению где-то в ските, в горы отправился, чтобы помолиться, медитировать в это время. И обычно как это связано, как это обычно происходит? Бывает послушник, который устраивает связь, сообщение между вот этим вот отшельником и простым народом, подающими еду и так далее. В это время чахарский монгол, говорят, напал. Чахар монголы напали на этот регион и сообщение отрезалось. Некому было отправиться, чтобы вот этот уединенный скит, чтобы Рабджамбу Хутохту напоить, накормить. Как написано в биографии, вот этот Рабджамба Хутохта, как и предсказывал Нейджи Тайон, он умер от голода в этом ските и уединении. Нейджи Тайон, он покидает от монастыря. Дьянчи, лама Бадарчин, бродячий лама, он обычно долго не задерживается на одном месте. Тем более, который распространяет учения, он должен обычно следовать. Бывает такое, что следует обычно. Куда, грубо говоря, ветер дунул. Вот он отправляется дальше в Аглак Киты. Киты вообще это Ламин Киты, Аглак Киты. И вот эта приставка Киты, это символизирует то, что это помещение, допустим, вот конкретного лама. Монастырь построенный под конкретного ламу, чтобы он там пребывал и даровал учения. Вот, допустим, в Цагануре недавно построили Хурул. Это тоже Гешин Киты, где пребывает Геши Мутул и он там вот как раз таки занимается распространением учений, что людей принимает и живет и так далее. Из Ху Ху Ту отправляется в Аглак Киты к Чаган Ламе. Чаган Лама пребывает в отшельничестве от своего монастыря где-то в Ските и он туда приходит. Приходит в это место и спрашивает как раз таки Чаган Лама. Он пришел туда, хотел ему поклониться Чаган Ламе как высокому духовному лицу в этой местности, великому Йогину. Но Чаган Лама быстренько понял, кто перед ним, и говорят, что сам опередив Нейджи Тайон, сам перед ним поклонился. Чаган Лама у него спрашивает, нужно ли тебе милостыне датели, если у тебя милостыне дателя нету, который будет приходить к тебе в скит, подношения делать, то я буду твоим учеником, я буду ходить в монастырь, собирать подношения, приносить тебе Цаган и Дэн. Обычно, когда отшельники, они пребывают в Ските, они питаются как раз таки стараются придерживаться, иногда придерживаться какой-то диеты определенной. И вот он говорил, чистую еду тебе нужно приносить, белую пищу или еще что-то. Если тебе нужно, я буду ходить сам и организовывать вот это вот сообщение, тебя осторожать. Наш точный Нейджи Тайон говорит, я бадарчин, странствующий монах. Чем как бы, чем попалось, что дали, тем и питаюсь, не разбираю, кто что дает. Чаган Лама делает такое замечательное. Милостыне датели, они, конечно, хороши, но еще лучше тот Лама, который проживет на эту милость. На самом деле, просто если смотреть в те времена, священнослужители, они, ну, только-только распространялась вера. На самом деле, там не так, что прям каждый кормил, поил или хорошо встречал. И в Индии, допустим, есть такая культура, то, что даже если семья индуисты или там, допустим, мусульмане или какие-то других многочисленных в Индии религии, они все равно, неважно какой приходит отшельник, они обязательно ему делают подношение, то есть кормят его. Когда в Тибете распространялось и в Монголии, говорят, вот почему стали запасаться едой. Обычно же всегда вот в Индии монахи ходили налегке, в Монголии уже такое не работало, потому что проходили через земли таких, ну, суровых, допустим, там, можно было, там, несколько дней пути, месяц пути через земли каких-нибудь варваров или других иноверцев, которые к буддистам, на самом деле, могли плохо относиться. Или идти через горы, где вообще нет поселений, там, месяц какую-нибудь сопку преодолевать, гору огромную, там, Гималайя огромные, огромные горы, где нет вообще поселений, ничего, поэтому стали запасаться едой и так далее. В Монголии это, по идее, что же сибирская страна, она находится на монгольском плато, где вот путешествовать тяжело, налегке, будучи бодрчином. И вот как раз-таки Джаган Лама говорит, да, вот, милосознедателем быть хорошо, но вот еще благороднее и тот, кто на эту милостыню очень может прожить, на такую милостыню, тем более, будучи бродящим москетом. Но Нейджитайон не задерживается, он, как бы, уходит сначала, а потом через какое-то время к Джаган Ламе вернулся и просит у него ученика. У Джаган Ламы там был уже монастырь, и там было много учеников у них. И вот Джаган Лама говорит, вот, у меня есть самый лучший ученик, я тебе его отдаю, пускай с тобой странствует, и у тебя учится. Говорят, им стал некий Арьядива, Арьядива, на санскритское имя. Вот Нейджитайон его посвятил монахи и дал такое имя. Его звали Мерген, Мерген Диянчий. Ага, и вот он как раз таки потом перерождается, становится таким неким Панчин Ламой при Далаламе. Вот точно так же Нейджитайон, он перерождается до сих пор, на самом деле, во внутренней Монголии, является духовным лидером вот в этой, в этом регионе. И при нем перерождается его ученик главный, который, когда вот, допустим, Нейджитайон умирает, его место занимает Мерген Лама. Он потом находит нового Нейджитайона, передает ему учение, устанавливает его в качестве духовного лидера. И потом, если он умирает, когда он умирает, Нейджитайон снова находит своего ученика Мерген Гигене, снова тоже передает ему владение монастырем, наставляет его и так далее, и так далее. И вот, в принципе, эта система, учитель-ученик, в данном случае, вот в Тибете, если это Далай Лама и Панчин Лама, то во внутренней Монголии это Нейджитайон и Мерген Лама, вот которому принадлежал монастырь, вот этот вот, с установленной традицией Мерген Гигены. В современной Монголии, внутренней Монголии он известен как Мерген Гиген. Есть даже монастырь Мерген Гиген в Хуху-Хото, кто знает, может тоже, наверное, во внутренней Монголии тоже могут его найти этот монастырь. Ну вот, в свое время его разрушили, конечно, после культурной революции в Китае, но вот сейчас, говорят, восстановили, восстанавливают по мере возможностей, по мере сил. Есть описание встречи Нейджитайона с Умбухунтайджей. Умбухунтайджей, говорят, был такой, очень такой, ну, маловерующим человеком, был настоящим богатырём, среди своих подчинённых ценил умение пить вино и поедать мясо. И когда Нейджитайон пришёл в его ставку, бродящий монах, он видать, ну, опять эти аскеты пришли и взял, спустил на него двух самых злых своих псов. Но эти псы, подбежав к Нейджитайону, они просто легли у его ног, пузиком кверху, хвостиком махали. И тогда Умбухунтайджей, наверное, как такого первого священнослужителя, он увидел в своей жизни, он сказал, о, это какой-то необычный лама, ну, пусть тогда приходит. Он его всё-таки взял, пригласил в свою кибитку, где проходил пир, посадил его на почётное место, стал ему наливать арак. Чем славятся Ди Янчи, на самом деле, ламы, которые долго пребывают в медитации, то, что за счёт концентрации собственного ума, они потом ни в каких ситуациях не растеряются, не теряют контроль над своим умом. Умбухунтайджей Нейджитайону наливает, тот выпивает, он ему снова наливает, тот выпивает. И говорят, выпил больше всех в этой кибитке, в этой ставке, чем просто поразил Умбухунтайджей, потому что он нисколько вообще не опьянел от того, что выпил вот эту араку. Потом ему стали приносить еду. Ну и Нейджитайон съел одну миску, вторую миску, третью миску. Как описано в биографии, чуть ли не барана он уже съел. Среди монголов, на самом деле, даже современных, это очень ценится, когда один к другому приходит, и он много ест. Если он съест целую баранью ногу, богатырь, значит, сильный человек. Как раньше людей оценивали. Много есть, значит, много работы, значит, сильный. Значит, в организме всё крепкое. И Умбухунтайджей, он был поражён как раз-таки вот Нейджитайоном, его способности пить много, но при этом не пьяней, есть много, но при этом не болит. Затем он отправляется снова к Сацурджи и говорит о том, что он хочет отправиться в медитацию на гору с Ария-Девой. В это время, говорят, Ария-Дева пребывал с ним в медитации. 12 лет на горе Чоктусу Мирагула он пребывает в медитации, в ските, живя просто вот в пещере, питаясь простыми подаяниями. Говорят Ария-Дева, вот Миргенги Ген, он сильно потерял веру своего учителя от того, что ему приходилось ночевать под открытым небом, питаться через день, есть что попало, пить что попало, грязную воду и так далее. Ария-Дева, он уже веру стал терять. Ну сколько можно здесь сидеть? Невозможно просто. И почему просто не сидеть в монастыре и всем тем же не заниматься? Какое-то время, наблюдая за своим учителем, за его действиями, за его медитативными достижениями, он вдруг обретает веру. Почему? Потому что приходит там богатырь какой-то огромный, с большой головой, неестественных каких-то размеров. На что говорит Нейджи Теев, говорит, этот хозяин местности, местный, пришел этой горы. Ария-Дева испугался, говорит, он там в пещере сидит, медитирует, он посмеялся, ушел. Различные чудесные способности он свои показывал, и какие-то чудесные события случались в его жизни, что он в эту вот веру снова возродил своего учителя и уже неотступно за ним следовал. Вот первое время вот сомнения такие были. В это время в Хохохото наступила засуха сильная, когда он пребывал на Чехтосумирагула, наступила сильная засуха. И как раз поочередно вызывали Аюши-Гушри, вызывали Асад-Сурджи, вызывали Чаган-Ламу, и все проводили ритуал, но дождей так не было. Потом Чаган-Лама говорит, ну все-таки мы-то прочитали, не получилось, но вот последний раз надо обратиться к вот этому старому ламе, который на горе живет, в отшельничестве. Хунта-Иджи Хохохото, он говорит о том, что нужно к нему отправить посыльного. И вот они снаряжают его, делают подношение в виде отреза шелковой ткани. Вот этот посыльный идет туда на гору, находит Нейжи Тайона в медитации, застает в пещере и говорит ему о том, что Хохохото засуха, скот мрет, питаться нечем. Ну это большие серьезные экономические последствия. На что Нейжи Тайон говорит, как тебя зовут? Он говорит, Долаготой. Ну, Долан, по-каламински если говорить. Нейжи Тайон говорит, судя по предсказанию имени и подношению шелком, тождь будет идти непрерывно, то есть кусок ткани непрерывный отрезок, тождь будет идти непрерывно 7 дней. Я помолюсь, но как бы 7 дней будет идти, поэтому отправляйся в Хунта-Иджи и скажи людям, которые живут в низинах и в оврагах, чтобы они оттуда перекочевали повыше куда-нибудь, потому что случится может поток. Хунта-Иджи был обрадован этим известен и своим людям сообщает о том, что вот такое событие. Лама сказал всем выйти, потому что сейчас дождь пойдет, потом может случиться. На что, говорят, люди просто махнули, а 4-й, 5-й лама, он там сидит молитву читает, толку нету от этого. Но вот, говорят, случилось действительно, пошел дождь, 7 дней шел, случилось наводнение и вот некоторые даже от этого пострадали, хотя как бы предупреждение было. Вот такая история связанная с этим есть в биографии Нейжи Тайона. Чоктосу Мирагула практиковал он, как указано в тексте Гухи Самаджу, Тантру, 13 божеств Ямантаки, который ему передал Панчин Лама IV. Чем вот запоминающиеся в Нейжи Тайона, в биографии Нейжи Тайона, это после того, как он завершил вот эти вот затворничества на этих божествах, он произнес такой юрель, такое благопожелание. Сейчас я отправлюсь как бы в страну маньчжуров, китайского императора, в Пекин. Если вы очередь дара мне покровительствуете, сделайте так, чтобы я не попал под власть маньчжурского императора Тайдзуна. Это о чем говорит о том, что на самом деле он пошел именно в страну монголов, вот внутренней Монголии, они на тот момент стали уже отделяться от всех остальных монгольских народов, приняли подданство маньчжурского императора и, грубо говоря, уже немножко стали окитаиваться, отходить от халха монголов, от айратов. И вот он следовал своему какому-то желанию объединения монгольских народов. Придя туда, проповедуя среди монголов при Пекинском дворе, он просил, молился божествам своим защитникам, покровителям, чтобы не подпасть под власть конси. Нейжи Тайон топил за объединение монгольских народов. Это тоже как бы важно очень. Очень интересный момент. Вот прибывая на Чехтосу Мирогола, говорят, сейчас и до сих пор на нем, это такая гора, на котором монголы сами не охотятся. Почему? Потому что в это время вот чахары пришли на эту гору охотиться и они заблудились по пути и там хотели пить и увидели дым костра. Их там было 70 человек, облава была, охотничья облава. Они подошли как раз вот туда увидели огонь, пришли и увидели вот Нейжи Тайона с учеником, который в маленьком котелке чай варит. Нейжи Тайон говорит, вы, наверное, все пить хотите? И Арьедеви говорит, типа, ну напоите, напои их всех. Арьедеви думает, как маленький котелок, 70 человек напоил. Он говорит, наливай, наливай. Все стали подходить со своими деревянными чашками. Вот это вот чай наливал, наливала Арьедева. И говорят, 70 человек с маленького котелка напоил. В этой местности монголы были поражены настолько вот этим вот фактом, то что 70 человек напоил из маленького котелка, что с тех пор есть родовой запрет среди вот этих монголов, охотится на этой горе Чактосу Мирагула. Поэтому вот тоже такое вот священное место, где лама пребывал, Таргутский Нейжи Тайон пребывал в течение 12 лет, Чактосу Мирагула. Вот об этом тоже нужно помнить. Есть такая священная гора где-то, говоря о наших калмыках, которые там проживают, сейчас учатся. Ну вот постарайтесь найти, мне тоже будет интересно. После этого вообще если смотреть, сколько лет он пребывал в затворничестве, здесь биография написана, что Чактосу Мирагула, он пребывал 12 лет вместе с Ариадевой. После этого он направился на соседнюю гору. Ну, наверное, стали ходить, потревожить ламу, искать по своим каким-то дождь вызовет, то еще что-нибудь. Обычно поэтому они не задерживаются где-нибудь на одном месте бодрочиной, они дальше уходят. Вторая гора, где он пребывал, 23 года уже пребывал. В совокупности в окрестностях Хохохотово вместе со своим учеником Ариадевой Мирген Гигеном, они 35 лет ходили и медитировали вот по этим различным соткам. Опять же, здесь нужно заметить то, что Нейжи Тайон, он же был, не имел титула какого-то перерожденца или еще чего-нибудь, и проповедовал среди простых людей. И вот когда он проповедовал, стал путешествовать по этим местам, после этих 35 лет вот он как раз таки пошел уже больше в народы. К тому времени вот после 35-летнего затворничества Зая Пандита он как раз вышел из Тибета и отправился к западным монголам. И получается, период такого активного действия Зая Пандиты и первого Нейжи Тайона, оно совпадает, когда они примерно в одно время из Халхи, из этих вот мест, из Джунгарии начинают распространять учения в двух направлениях. Связь такая интересная очень, да, два таких вот видных деятеля, они в разные стороны отправляются и объединяют всех монголов в первую очередь тем, чтобы не воевали между собой, заключали политические союзы. Два таких крыла Нейджи Тайон, простой лама. Хушуцкий Зая Пандита, он лама-перерожденец, у него от рождения титул Худууряна. Нейджи Тайон бродящий монах, идущий просто своими ногами. Зая Пандита, он встречается именно с правителями различными, строит монастыри, закладывают именно такую философскую, скажем, систему определенную. Если Нейджи Тайон просто идет и преподает, среди таких более образованных монголов, все-таки в восточной, в этом, во внутренней Монголии такие монголы же, они более образованные, города строили, сельскохозяйственную культуру развивали, и Каньсин одними правил тайцун, а в этой стороне монголы они только осваивались, и сильно распространенного учения не было в западном направлении, западные монголы. Поэтому вот два таких крыла одни, один Нейджи Тайон сильно образованных, грубо говоря, преподымал, а Нейджи Тайон, он, наоборот, систематизировал сильно таких диких духом нравов айратов, наоборот, он как-то пытался объединить. Тоже очень интересный такой факт. И вот, 35 лет он медитировал, и после этого он уже отправляется в народы, чтобы распространять учения среди людей. Поэтому, когда Зая Пандиту рассказываем или его намтар биографию, мы, конечно, помним то, что он Тодор Хаузик создал, запомнился как лама, который здесь на Волге был. Тем не менее, про Нейджи Тайон не забывайте. Они вдвоем, по идее, два ученика Панчин ламы, они вдвоем, в двух направлениях вот так вот действовали, распространяли учения. Нейджи Тайон, он приходит, на самом деле, в своих распространениях учениях, он доходит до императора Пекина, до Тайдзуна, Маньчжурского императора. Когда его там встречает, много людей, уже народная молва идет о том, что вот такой великий югин пришел на Нейджи Тайон, который распространяет учения среди простого людо. Он пришел к монгольским дворянам и поинтересовался о здоровье Тайдзуна, на что Тайдзун, в принципе, он в это время болел и решил лично с ним встретиться. Встретившись с ним, Тайдзун убеждает его занять место придворного ламы. Он говорит, что я тебе поставлю монастырь, только будь рядом со мной и как бы будь моим наставником главным. Нейджи Тайон на что? Вот очень важный момент, он же не был перерожденцем никем и был бодрчином простым. Он говорит, ну как это так? Ты такой великий император, управляешь и монголами, и китайцами, и тибетцами, потому что на самом деле и Пятый Даллама, там, как мы знаем, он туда приезжал и Панчен-Лама, они устанавливают связи тоже с манджурами. Император над всеми людьми и тебе будет преподавать какой-то там простой нейджи Тайон. Ну это типа не дело. Учителей разных много, поэтому ты уже выбери какого-нибудь там Багду или Панчен-Ламу, и у них как бы сиди и учись, получай обещение, получай наставление. А я простой монах, бодрчин, мне на одном месте нельзя сидеть. И под таким предлогом он уклоняется от того, чтобы занять вот эту вот роль духовного правителя при манджурском дворе. Он все-таки, видите, отыгрывал в ту сторону, в сторону монголов, в сторону айратов. Все-таки сам по происхождению Турвуд, айрат, и вот в его политике тоже вот это вот заметное действие. Манджуре он так действует сильно на самом деле, распространяет учения, строит там, участвует в строительстве монастырей, все вот эти вот подарки многочисленные, которые ему дают там коней, лошадей, он их оставляет на местности, вот в этих же монастырях, чтобы строили, отливали многочисленные изображения Будды, многочисленные изображения Зонхавы, Ламы Цонхапы. Закрепляется в народе о нем малова, там еще есть такая история о том, о подавлении шаманизма, то есть когда он встречается с одним таким знатным шаманом, такой мистический бой происходит, когда Ниджи Тайон прибывает в своей кибитке и приезжает вот этот вот шаман верхом на лошади, несколько кругов вокруг кибитки сделал, потряс вот этим вот атрибутом своим для призывания дождя, тут же взлетаются там тучи, молнии, он забегает в кибитку и говорит, ну что, типа как, видишь мою силу, насколько я силен, и Ниджи Тайон говорит, ну в принципе на этом твоя сила и заканчивается, после чего Ниджи Тайон произносит молитву, а шаман падает в оборок в приступе конвульсии, за сердце хватается, после чего, говорят, становится учеником, вот такая вот борьба там в этом описана в его биографии, то что от черной религии отходили, Хар Шаджин, да, Шар Шаджин становилась, вот такие вот приписывают Ниджи Тайону события, связанные с его деятельностью в это время, а если по политической ситуации смотреть, как там развивалось, то в это время пятый Даолама, как раз-таки четвертый Даолама, он же недолго прожил, 30 лет, пятый Даолама вот как раз к тому времени уже подрастал, его император пригласил к своему двору, возвращаясь к истории восстановления календаря, прибывает Гушри Качупа Мерген Хамбо, переводчиком, закладывается астрологический обмен культурный происходит, астрологические тексты какие-то находят, в это время Каньси как раз-таки жалуются, вот ваш, твой посланник, ваш посланник, посланник Панчин Ламы пришел сюда, все мучения монгольской знати раздает, всех монголов обращает, а при этом как бы моим этим священнослужителям, моим духовником выступить отказался, но вот здесь он усмотрел определенную такую подоплеку, игру против своей власти, на что Даоламе он говорит, что потом еще приплели сюда заявление одного из придворных лам о том, что Нейджи Тайон ходит и передает учения среди черней, тоже важное замечание, тоже среди горшечников, среди пастухов и простых несведущих людей, он распространяет учения Ямантаки, учения Кухья Самаджи, тайные учения, за которыми раньше нужно было куда-то отправляться в Тибет, Нейджи Тайон их повсеместно распространяет, и очень большая загвоздка, очень большая история была в том, что он все это делал на монгольском языке, передавал и чтение молитв, сутр к тому времени уже перевели определенное количество, все это приходило на монгольском языке, и даже те, которые, подношения, которые ему делали, сранствующим монахом ему это зачем, он, говорят, среди вот этих вот людей, простых, МД Кунде, он раздавал там, если Гухья Самаджи выучил на кавматском языке, вот тебе там золотая монета, если там выучил там другую молитву, там Гельцин Симуэпенген, сутру Победенного Знамени, или еще что-нибудь, вот тебе серебряная монета, и он Грет раздавал, ходил, и все вот эти вот дружненько его ученики, они хором сидели и на монгольском молитве читали, вот такая вот отыгрыш пошел от правления Тайдзуна, и Далаламе пришлось отозвать Ниджи Тайоны из Маньчжурии в сторону Хохото, где вот он, его даже лишили части учеников, ему разрешили забрать, по-моему, только 30 человек с собой, и с этими вот 30 хувараками, монахами он отправляется обратно в Хохото, внутреннюю Монголию, где, собственно, и действует до последних своих лет. С политической точки зрения, это вот лама, который старался объединить монгольские народы. Если мы посмотрим действия на Ижи Тайоны, мы посмотрим действия за Япониты, это было очень важно в плане объединения вот нашей какой-то культурной, культурных сообщений, потому что по истории смотришь там, ну кто только с кем не воевал. Алхаски Мубо Шихон Тейджи воевали, и Мерген Темесп там, и Байбагас Хан против своего брата воевал, Ягушин и Минхан там тоже воевали, они за Сахту против своих братьев. И потом, в конце концов, ну к чему это проявило, мы с вами знаем. Сенгея убили, Голдамбушев Тухан вернулся из Тибета, пытался все это объединить. В это время, то бишь, очень такая была политическая смута. Еще хочу сказать именно про манджуров. Манджуров тоже, когда говорят, манджуры, они же тоже такие были. Манджуров вроде бы как в Пекине сидели, вроде бы как китайские императоры, династия Цин, но тем не менее, они же такие действительно монголы были. Если брать происхождение манджуров, они же тунгусы по происхождению, и языковую группу, если их брать тоже, они относятся к алтайским представителям этого. У них язык манджурский, который сейчас вот там 30-40 человек на нем разговаривает. Вот самих манджуров 10 миллионов в современном Китае, а на языке вот этим древнем манджурском разговаривает всего лишь там несколько человек, потому что во времена культурной революции этнические китайцы, они вот запрещали прям очень жестко, запрещали разговаривать на манджурском диалекте. И вот эта вот связь очень сильно утрачена. Манджурских императоров письменность посмотрите. Чисто манджурская письменность это тот же самый Худан, тот же самый монгольское написание, вот это вот сверху вниз. Здесь вот с одной стороны от манджуров отыгрывали, но манджур, я думаю, тоже надо воспринимать как кочевников, как монголов, в защиту манджуров, хочу сказать. И когда манджуры при Цанлуне джунгаров вырезали вот так, это тоже надо воспринимать как кочевники против кочевников. Весь кочев, кочевой мир, он был разрозненный. И вот эти два священнослужителя в тот период, они как раз-таки работали над вот этим объединяющим фактором объединения национального самосознания. Поэтому в историческом плане Нейджи Тайона нужно обязательно знать. Не важно, там верующий, неверующий человек, или там буддист, не буддист, но если по нашей истории брать, это важная фигура. Цымжит Пробуевна Пробуева, она же Ванчикова, вот она еще в 81 году издавала вот эту вот книгу. Биография Нейджи Тайона, источник по истории буддизма в Монголии. Здесь очень много таких этнографических сведений. Описывается встреча Нейджи Тайона с Алиглуксан Тайоном. Алиглуксан Тайон, оказывается, это был такой хушутский лама, наряду вместе с Заяпандитой, он обучался в Тибете. Вот, наверное, скорее всего, один из 30-ти был, которых отправили при Заяпандите, когда Байбагас хан вызвал Цагану Механа и Тункур от Ухту, отправили в Тибет. Вот один из них, наверное, вот этот вот был, я жил к Сан Тайону. Здесь вот в биографии написано, что он трижды был в Индии, путешествовал среди айратов, распространял учения, и когда он пришел, встретился с Нейджи Тайоном, он, оказывается, сказал, ну, типа, здесь нету таких учеников, которых я должен был просветить, нет одного такого существа. Здесь должен полностью Нейджи Тайон проповедовать и ушел дальше. Вот он трижды ходил в Индию и в какое-то время даже в соседней пещере вместе с Нейджи Тайоном медитировал. И вот он, когда пришел, встретился с учениками Нейджи Тайона, он говорит, я вот сейчас вот был на том месте, где мы медитировали, и вот эти вот торма, болинь, которые подношения делают божествам, и место, где сидел ваш лама, и вот эта еда в чашах, она осталась, и вороны не склевали, она не испортилась, не засохла, вот эти вот подношения до сих пор стоят нетронутые, и есть, видать, какая-то святость в вашем ламе очень большая, как бы имейте в виду, он так наставляет его учеников и отправляется дальше. Он говорит, как бы, здесь у меня учеников нету, я дальше пойду путешествовать. Вот про Луксан Тайона я тоже узнал из этой исторической книги. Нейджи Тайон, если говорить о его линии, сейчас, как уже сказал, она распространена во внутренней Монголии, и они перерождаются, как духовная власть, духовные ламы во внутренней Монголии. И последний Нейджи Тайон, шестой или седьмой, точно не помню, он умер вот только недавно, в 1996 году. Говорят, когда восстание было, в 1930-х годах восстание было, во внутренней Монголии топили за отделение от Китая. Как раз-таки вот Нейджи Тайон, говорят, выбирали его как духовного правителя, который должен был возглавлять, возглавлял вот это вот отделение. Я там, правда, не знаю, как это исторически все сложилось. Но вот в 1996 году умер. В 70-х, по-моему, в 1978 году, примерно ближе к 80-м, вот Мергеги Ена умер. Но его монастырь полностью разрушили. Вот если мы говорим, допустим, про монгольскую линию, когда то, что нужно молитву читать на калмыцком, на калмыцком языке, на монгольском диалекте, по большей части литургическим языком выступает именно тибетский язык. Ну, в этом как бы для буддистов нет никакого ничего странного. Почему? Потому что, ну, как представители вот в России ислама, они же как один язык используют арабский, вот они все на нем читают. Для того, чтобы мусульманин из Чечни, мусульманин с Дагистаном не встречаются, может быть, они ни одним языком не владеют, но молятся они на одном языке. Это просто литургический язык, и в этом ничего такого страшного нет. Но если мы говорим, то, что нужно читать, как я уже говорил, лама, он не может быть безродным, извините меня, как собака, да, он должен отсылать к своим определенным учителям и так далее, и так далее. Есть в Западной Монголии небольшое количество представителей вот этой вот традиции мергенгегены, но с ними еще пока что не установлена связь. Хотя монашеская община, как бы ламская среда, она такая очень тесная. Там в Бурятии, допустим, очень много священнослужителей, которые, допустим, занимают руководящие должности, преподаватели, которые учились в Индии вместе с тем же самым Гишимутом Альяном, с тем же самым Анджойгилюнгом, с тем же самым Йонтенгилюнгом. У Йонтенгилюнга там 40 человек монголов, которые его однокурсники, они там тоже занимают важные позиции Кикейда. В монастыре Гадын-Тэкчелинг и вообще во всей Монголии. В принципе, можно это тоже восстанавливать, но почему выступают литургическим языком в современном, допустим, в Калмыкии, и очень тяжело это все восстановить? Потому что отчасти организация молебна, когда проходит, ну как ты, допустим, тибет заставишь читать на калмыцком? У них там слоговый, алфавит, как, агана, и через гласный они идут через букву, через согласный в гласное, после согласный она идет, очень в этом плане как бы такой простой немножко в плане произношения язык. А вот, допустим, калмыцкий язык, вот меня Арслан зовут, как это звучит по-калмыцки? А-р-с-л-н-г, это 6 звуков получается, из них только один, допустим, звук идет согласный. Один или два идет звука, там, допустим, согласный. Вообще, с гласными звуками в монгольском языке очень тяжело, и поэтому организовать молебен, там, допустим, на калмыцком языке или на монгольском диалекте бывает даже в современной Монголии очень тяжело. Забейте где-нибудь на ютубе уншалгн, у нас умшалгн, у них уншалгн там, ноуншалгн, посмотрите, они все на самом деле, все эти ритуалы проводят на тибетском языке. Но если восстанавливать, конечно, нужно следовать какой-то определенной традиции переводческой, и эта традиция была, вот, Зая Пандита часть перевел, а полностью поставленная система монастырская, она была вот как раз-таки в линии Нейджи Тайона, его главный ученик Мерген Гиген, вот, вышеупомянутый Ария Дива, он построил свой монастырь, и вот эту вот линию Нейджи Тайона он сохранял до недавнего времени, до культурной революции в Китае. Опять-таки, здесь во времена культурной революции этот монастырь полностью снесли, и сейчас, говорят, пытаются его восстановить или восстанавливают, уже даже в лам привлекли, которые там в свое время работали. В Монголии не так много, в Бурятии там, по-моему, тоже практически никого нет, кто читает на бурятском языке, обычно это тибетский язык литургический. Если помнить о том, как формировалась именно традиция чтения молитв, традиция переводов, то это нужно связывать с этими вот людьми, именно где это все-таки поставлено было, реализовано в полной мере, это было как раз-таки реализовано при Нейджи Тайоне. Первый Нейджи Тайон, когда он умер, он потом оставил свое рождение, и оно сейчас перерождается, как часто вот среди хворчинов и других вот этих вот монгулов во внутренней Монголии. Поэтому и у них там тоже своя история очень есть, как они открывали монастыри. Для второго Нейджи Тайона, говорят, он уже был наставником Тайдзуна, его личным духовником. Напротив вот этого вот монастыря, Икэдзу, который ныне именуется Дадзяо, рядом, прямо через дорогу, говорят, есть монастырь Нейджи Тайона, который построен специально, я не помню, как он называется точно, Ширитупом какие-то, или что-то в этом роде, который был построен специально императором, как раз-таки Тайдзуном, специально для второго Нейджи Тайона. В этом плане, конечно, в политическом смысле Нейджи Тайон уже второе его перерождение, оно уже полностью было зависимо уже от манчжурских императоров. Но тем не менее, как бы приятно знать, что там вот сейчас в современном Хо-Хо-Хо-Хото много монастырей, которые связаны с линией Нейджи Тайона. Есть знаменитый, очень знаменитый монастырь, интересный в современном Хо-Хо-Хото, Храм Пяти Пагад. Это такое очень туристически оживленное место. Если вдруг кто-то там бывал, можете тоже, может быть, написать Максу, показать фотографии, или написать в комментариях об этом месте. Будет тоже очень интересно всем. Я думаю, что если будет интересно, в следующий раз вот как раз-таки можно будет более подробно поговорить про монастырь на Евгении Гены, где вот как раз-таки хранилась вот эта вот традиция устной передачей, наставлений Нейджи Тайона. И, по идее, она там часто до сих пор, наверное, передается среди монголов. И даже в Западной Монголии, современной, там тоже есть ламы, которые вот эту вот традицию унаследовали. Их на самом деле не так много, но есть которые на монгольском чисто, на монгольском все вот эти вот, весь, всю службу могут провести. То бишь, служба когда читается, в зависимости от потребностей, допустим, в центральном хруруле, как это проходит, да, восьмой лунный день, день Мандаль Жива, то есть четырехчасного подношения Мандал Зеленой Тари. В пятнадцатый лунный день проводится молебен там Очминла, ага, это совершенно другую уже ритуалу, более развернутый. Там двадцать девятый лунный день, это день подношения к гневным защитникам, покровителям у нас идет, а у Конт-Ингри Хрула и всей Калмыкии. Вот, то бишь, это целый свод определенных текстов. Полностью вот эти вот все тексты, которые на утреннем молебне читаются, разные тексты, разные защитникам, разным покровителям, серкемы, галта-калаган, либо там, допустим, продление годов, чтение обедов, и так далее, и так далее. Полностью это все поставлено было только за всю историю, только в монастыре Мергенги Гейны, в линии Межитайона. Об этом тоже помните, об этом нужно знать. Если будет интересно, как раз таки здесь с Мергенги Гейном непосредственно связано установление культа Цанавы в буддизме. Ага, так что я не говорю, в принципе, там, допустим, возник, и так далее, и так далее. Если брать именно нашу историческую имя, как он появился в буддизме, как к нему ламы молились, обращались, какие тексты есть, существуют на данный момент, вот именно связанные непосредственно с буддийскими ламами, то это нужно связывать становление, первое такое становление, где он возникает, Цанава, он канонический, как в виде защитника, именно храма, это нужно связывать с жизнью, деятельностью Мергенги Гейны, учениканы Иджитайона. Я так понимаю, что Найджитайон может быть, в свое время, когда медитировал где-то, я же говорю, вот как этот случай, когда хозяин горыли приходит к Арьаде и спрашивает, где твой хозяин, он в свой период, когда путешествовал бодрчином, он обитает в таких тяжелых местах, которые такой дурной славой какой-то обладают. Вот как раз таки Мергенги Гейн вот он канонизировал именно в буддизме, канонизировал Цанаву, как защитника, покровителя именно в буддийской церкви. Это было связано с Нейджитайоном, с Мергенги Гейном, с третьим Мергенги Гейном, насколько я помню. Уже тексты, в текстах Цанава упоминается как защитник один из 13 тенгриев, который его покровительствует развитию, распространение буддизма среди монгольских народов. Это, наверное, уже в следующем видео. Помните, особенно тургуды, обязательно помните о своем таком вот тургудском будде полное имя Цаган Номинхан Манджушри Далай Нейджитойн. Вообще, как Цаган Номинхан. Вообще, если в текстах где-то он проходит, его часто записывали Цаган Номинхан. Нейджитойн это уже больше такое простое обращение, как мы знаем, это такое вот прозвище, которое ему дал отец. На самом деле, его биографию еще начали составлять при жизни начали ученики записывать кое-какие события из его жизни Нейджитойона. Если брать другие какие-то источники важные по истории, в этой биографии, биографии Нейджитойона, это не упоминается, а вот в работе Лунный свет Ратнабхадры, жизнеописание Зая-Пандиты, там как раз таки описан случай, когда Цаган Номинхан и Нтунгхор Хутухта приходят к хушутскому Байбагас хану и вот как раз таки проведут учения. Байбагас хан так был поражен учением Цаган Номинхана, что решил стать монахом. Когда он хочет стать монахом, его 30 вот этих вот вассалов наших айратских отговаривают от этого, потому что Байбагас хан был председателем айратского сейма и говорили то, что нельзя, мы здесь объединены вокруг тебя, если ты сейчас станешь, мы потеряем сильного батыра, который управляет нашей страной. И вот они отговаривая Байбагас хана пообещали, что каждый из 30 отдаст по одному сыну для обучения в Тибете. Среди них как раз таки оказывается Зая Пандита, это сын Байбагас хана, который потом отправляется в Тибет. В это событие Цаган Номинхан приходит в ставку Байбагас хана, это 1610 год описано. К тому времени Найджи Тайон уже как раз закончил свое обучение. И в принципе помимо него Цаган Номинхан других не было, других священнослужителей. И вот как раз таки Елизавета Петровна Бакаева она и говорит о том, что Цаган Номинхан это как раз таки и был на Ежи Тайон. А Думгур Ху Тухта это может быть даже и Тибетец. Но вот по приказу Панчен Ламы они приходят вдвоем. По-любому нужен был как минимум переводчик. А может быть они оба были монгульскими ламами. Но по приказу как раз таки Панчен Ламы 4-го Байбагас хану для установления буддизма в среде айратов вот как раз таки были направлены Цаган Номинхан и Думгур Ху Тухта. Ху Тухта это Дукор переводится как Калачакра. Скорее всего какой-то был такой мастер Калачакринской тантры. И Цаган Номинхан это скорее всего был именно на Ежи Тайон. Биографию я думаю когда в литературно-переводческом отделе работали мы издавали на самом деле эту книгу издавали ну такой более литературно переложенный текст. Всего лишь 500 экземпляров там издали ну так как нашли там поддержку спонсоров и так далее и так далее и сделали ну и конечно мало в комментариях конечно пишите если необходимо издать я думаю что можно будет найти я в основном как раз таки издательским делом занимаюсь поэтому если что можно будет как-то этим вопросом заняться. 1800 1981 год вот такое более популярное 3800 экземпляров всего лишь издали Ванчикова вот в предисловии когда описывает этот текст ну такой орден Красного Знамени такое все в таком духе описано то что как становился ламаизм как распространяли вот эти вот юридические церкви я нисколько не обвиняю Семжин Пробуева на Пробуеву почему потому что 1981 год по-другому нельзя было писать ей большая благодарность за то что она вообще в принципе перевела этот текст и опубликовала Бурятам спасибо сотрудникам как раз таки сибирского отделения востоковедов сибирских бурятских востоковедов спасибо большое за то что перевели этот текст и мы имеем возможность вообще к нему его читать оценка оценка с точки зрения вот такой коммунистической коммунистической школы она конечно требует переоценки современной потому что здесь она немножко в таком свете в духе большевизма коммунизма надо все-таки издать на современный вариант где будет по-другому оценена с позиции именно нашей истории калмыцкой истории вообще распространения буддизма в Монголии нужно будет оценить деятельность Ничи Тайона потому что здесь ну вот описывается типа как ну вот он столько указаний о том что допустим он делал проявлял чудесные способности а вот у Рабджамбы допустим у Зая Пандита такого нету ага в биографии она более такая да более приземленная более светская биография идет ну наверное человек обладал гипнозом здесь вот такие выводы делаются умел влиять на массы и так далее и так далее ну это просто просто дух времени дух времени нужно более такое легкое более удобно читаемый вариант издатель особенно с учетом того какие данные как бы поступили уже после этой биографии допустим по жизни деятельности первого второго третьего и других вплоть до последнего и джи Тайона про монастырь Гегейн можно про монастырь Мельгень Гегейна приложить туда какую-то информацию фотографию туда вставить вот этих вот современных монастырей которые в принципе мы можем все посетить наверное отправиться в Китае во внутреннюю Монголию и попутешествовать такое паломничество совершить нужно будет поэтому обращаясь с тургудом активным тургудом таким которые представляют наши такую какую-то деятели культуры обращаюсь к вам что наверное нужно и в комментариях наверное тоже тургуды как бы пишите об этом нужно ли и как это должно выглядеть круглый стол наверное нужно провести ученых собрать по этому поводу это нужно обсуждать чем больше мы будем говорить на эту тему тем больше мы будем об этом знать какие-то пробелы в вопросах по календарям по тому вопрос на каком языке мы должны читать на калмыцком или на тибетском языке проводить ритуалы темы должны учиться там в Тибете в Ташилхумпо или должны в Бурятию ездить ну как бы сами понимаете пробелы нужно немножко закрывать сейчас современно поэтому обсуждайте делитесь информацией ставьте лайки подписывайтесь на канал поддерживайте Макса Цеденова обязательно и распространением и лайками и по возможности финансово вот эту вот книжечку это сейчас на самом деле уже библиографическая редкость поэтому я думаю будет хорошо что если Макс ее разыграет участие как правило этого розыгрыша ну наверное смотрите у него на канале чуть попозже либо может быть в инстаграме сейчас с Максом поговорим как это все будет выглядеть ну в общем среди подписчиков среди тех кто посмотрели ролик давайте разыграем сейчас эту книжку тяжело найти ага но при этом она очень интересная все спасибо всем команда канала Зан Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением Максим Цеденов субтитры